Буанас Диас Камрады, с вами Майор и у нас сегодня наконец-то вживую Сурен Цармудин. Сурен, здравствуйте. Приветствую. Скажите, вы на цифровой истории, как вас сюда занесло? Меня пригласил Егор Яковлев, написал мне. Предложил приехать, принять участие и даже предложил самому выбрать тему. Ну, в общем, для меня это, конечно, было неожиданно. Думаю, это тут вроде бы фестиваль историков, а я так, энтузиаст-любитель. Ну, у вас такой путь человека публично уцелся с книг. Теперь вы делаете достаточно популярные, успешные ролики на Ютубе. Причем, если говорить с точки зрения исторического контента, они, по-моему, очень даже глубоко проникают в некоторые аспекты. Ну, да, плюс я еще, когда пишу сценарий для своих роликов, я все-таки этот опыт, накопленный при написании книг, подход с драматургией, сюжет и так далее, применяется. Я очень люблю и ценю ваши книги. Я их несколько раз переслушивал. Вживую я так и не нашел ни одной, но вот... Сейчас с этим сложно. Хочется понять, вот, путь, когда, во-первых, количество знаний, которое у вас применяется, да, там фигурирует как теория заговоров, так и теория нормальной. Вот, как получилось? У вас вылился этот багаж знаний, когда вы начали писать, или вы начали писать, потому что был слишком большой багаж знаний? Ну, он же накапливается постоянно. Скажем, если взять какую-нибудь книгу, написанную в 2010 году, ну, почему какую-нибудь? Тогда было написано, второго шанса не будет, странник. Наверное, сейчас бы они были написаны... Они выглядели бы иначе, потому что багаж знаний больше. Но, тем не менее, тогда уже какой-то был, тогда что-то это роилось в голове, искало какой-то выход, и нашелся такой выход в виде книжной формы конкретно фантастика. И, кстати, вот эти упомянутые теории заговора, вот в жанре фантастика, это же здорово, это можно интересную историю подать. Не обязательно верить в эти теории заговора. Из этого можно сделать интересную историю. Не, ну, если вспомнить персонажей, которые, например, Жуковского, да, там, причем можно взять как систему, вот его монологи, да, когда он начинает себя оправдывать. Это уже отражение в англии книга, да? У него же во многом вот есть отсылки, не прямое упоминание, а отсылки. Вот если мы говорим о социальной составляющей, да, как у вас же лейтмотив у основных персонажей, что взять второго шанса не будет, начиная с монолога, когда Илья Крест начинает рассказывать о том, какие хорошие или правые, какие хорошие левые, как себя ведут тельные национальности по дороге в Москву, и заканчивая, там, вот тем же Жуковским, когда он начинает рассказывать, как его жену сбили, кто-то он звонил по телефону, то, что ему не давали. Откуда вот эта социальная тяга лейтмотив персонажей? Ну, это наблюдение. И наблюдение жизни, и наблюдение за сводками новостей. У нас полно вокруг несправедливости. И, то есть, можно говорить, вспоминать 90-е, а очень многое оно куда-то делось, что ли? Никуда не делось. Оно также рядом, вокруг. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Сейчас, по-моему, замечать стали, или уже другие проблемы. Но раньше мне очень сильно бросалось в глаза много такого, вот именно реальных историй. Там какой-то вот, обделенный властью, связями, кого-то сбил, не понес наказание. Резонансное дело. Люди шумят в интернете. Ну, шумите. Вот ваш этот, спусковой клапан. Отсюда пар выйдет, и все. И забудете через неделю-две. Меня это очень сильно беспокоило и беспокоит сейчас. Меня... Я сейчас, наверное, очень опасные вещи начну говорить. Пока Пуцин не трогался, хорошо. Да? Чего его трогать? Вот. Я про другого персонажа, про которого сейчас все им так восхищаются, его этими не твитами, а телегами. Ага. В телеге, да? Молодец такой. Гений. А я вот сижу и думаю, а вы забыли? Это же... Он отдал шельф Норвегии. Это он загубил, добил авиастроение отечественное. Но зачем нам эти илы, тушки? Они же такие хреновые. Давайте покупать Боинги и Эрбасы. И калоши делать не будем. Денег нет, но вы держитесь. Вот это вот. А это он крымчанам говорил. Что еще? Слив. Ливии. Парад этот. Очень странный. Это в 2010 году было, когда тут всякие иностранцы маршировали по Красной площади. Так много чего. Что, все забыли? Вот все забыли. Теперь все им восхищаются. Внезапно. Внезапно он хороший стал. Хорошие твиты, но нужно не посмеяться. Ну да. И... Ну вот так вот, со всякими вот этими историями, да? Какая-то несправедливость. Какой-то человек, определенный властью, связями и так далее. Люди пошумели, забыли. Это стеб над человеческими отношениями? Это какой-то крик такой некий душе вылитый в книги? Или же это некая напоминалочка людям о том, что ребят, не забывайте, было-то вот так? Ну это скорее вот иронизирование над текущим моментом, над социумом. и в текущий момент, в котором я находился, да, когда писал это. Но изменилось ли что-то с тех пор, когда это было написано? По-моему, не очень. Суэн, последняя книга вышла, по-моему, в 17-м году. Это было «Метро 33», да? «Край земли». Да. Да, в двух томах. Что-то еще ожидать из текстовых, книжных? Ну, пока не могу сказать про обозримое будущее, тем более, что с издательствами я вообще перестал общаться, потому что они большие молодцы, они, в отличие, наверное, ну, от очень многих работодателей придумали такую схему, что извлекать прибавочную стоимость в размере 100%. То есть я написал книгу, они ее издают, конечно, они тратятся на ее издание, и для меня, помню, было очень важно. Я там с одного проданного издательством экземпляра книги получал 3 рубля, там по другому договору 5 рублей с одной проданной книги. Но для меня было важно, что там издательство продает эти книги по 80 рублей, оптовая цена, да, что из этих 80 рублей не только там 5 я получу, но получит даже уборщица там в типографии. Для меня это было важно. Сейчас они издали вот эту книгу, что-то там заплатили, они продолжают продавать, продолжают продавать электронные версии, продолжают продавать аудиоверсии, а никаких роялти, а там по-моему я сейчас не вспомню, ну пусть будет хотя бы раз в год отчитываться и выплачивать роялти, пусть там это будет даже 3000 рублей за год. Этого нет. Они думают, а зачем? я как бы не против, чтобы они на этом зарабатывали, но вы же человеку оплачиваете его труд в том числе, нет, поэтому с издательствами я не знаю, о чем с ними говорить, и у меня надежда на то, что мне получится немножко подзаработать, чтобы какую-нибудь свою задумку самостоятельно издать. То есть самое ключевое желание писать есть? Желание есть, да. Тогда остается последний вопрос касательно экранизации всего этого. Не думали, что это как-то можно либо найти энтузиастов, либо организовать самому, может быть, какими-то кусочками. И если экранизировать, даже если небольшой возьмем небольшой фрагмент, 5-10 минут, что бы вы экранизировали, какой бы момент из своих книг вы сняли? Я бы «Край земли» экранизировал, вот в данный момент. Ну, я бы, конечно, надеялся, чтобы меня там консультантом взяли, потому что это же снимать на Камчатке, а я очень туда хочу слетать. Я там после 90-го года я там не был, ни разу оттянет. Соин, я очень признателен, что мы не нашли время. Спасибо. Спасибо. Рад встрече. Блана с Девцом Рады, с вами Майор. Я приношу извинения за то, что у нас получилось через одно место с интервью с Увереном Турмандианом. Я глянусь, я хотел сделать лучше, но что-то пошло не так. Все пошло не так. Но у нас сейчас маленькая рекламная интеграция. Как вы думаете, что будет рекламировать Майор? На самом деле я хочу сказать, что сегодня на Бусте для платных подписчиков выходит за кадр лучших моментов к второй серии обнищавых. ВОК, текст-то, блядь, кто говорит? Я с ННК корпорации пришел, сколько на стол не снял, блядь. Переверните стол аксеру. Хорошо, что в ней было бутылки. Подошел, он еще чуть-чуть, отклонись. Максим, Максим, ну иди. Разрешите идти? Пустой, давай, руку не прикладывай. Так, ладно, еще раз. Дубль три. Собрались. И стоять, сменит, смешить, потом еще текст читать. Готовы? Погодите, я ржу что-то. Что-то ржу. Пляж за запорол. Я надеюсь, что количество подписчиков на Бусте будет расти. Я надеюсь, что когда-нибудь, благодаря вам и вашей помощи, мы сможем снимать не только обнищавых, но или в той или иной степени экранизировать произведение Суренца Румыда. Суренца Румыда. Суренца Румыда. Суренца Румыда. Суренца Румыда. Суренца Румыда.